Педагог имеет право на отдых, но не всегда имеет возможность. Чаще всего учителя берут отпуск летом. Многие хотят поправить здоровье в санаториях области. На выбор и Тиль, Радон и Сосновый Бор. Путевка в этих оздоровительных центрах по карману специалистам. А вот места в большом дефиците. На все три месяца, июнь, июль, август, они переданы, отданы под оздоровление детей. Но мы понимаем, да, дети есть дети, но для детей есть лагеря оздоровительные, для детей также есть санатории детские. И отнимать возможность отдыха работников бюджетной сферы в летний период в востребованных, в более бюджетных санаториях, ну, наверное, как-то это неверно сделано. Эту тему Татьяна Твердохлеб подняла на личной встрече с главой области Алексеем Русских. На повестке дня и поддержка молодых специалистов. В регионе действует программа «Земский учитель». Ее участники принимают на себя обязательство проработать в сельской местности не менее пяти лет. Государство им помогает освоиться на новом месте. Педагог получает компенсацию – один миллион рублей на собственные нужды. Минус 13% подоходный налог. Остается 870 тысяч. Но хватит ли этих денег для устройства быта? Ну, представьте, приехали вы в глубокое село Ульяновской области. У вас в руках 870 тысяч рублей. Что дальше? Что вы на эти 870 тысяч рублей купите? Какой-то небольшой домик или какое-то, даже не знаю, какое жилье, но в этом жилье у вас должна быть мебель, у вас должны быть шкафы, столы, у вас должна быть кухня, у вас должны быть стиральные машины, газовые плиты, у вас должны быть шкафчики для посуды. На это нужны деньги. Татьяна Евгеньевна отметила – это ее личное мнение. Но женщине не стыдно его озвучить. Проблема действительно актуальная. Ровно так же актуален вопрос льгот для учителей на жилищно-коммунальные услуги и размер заработной платы. Все вышеперечисленное глава региона принял к сведению. В ближайшем будущем решение проблемных тем поручит ответственным людям. Алексей Русских отметил – такой открытый диалог власти и народа – залог комфортной жизни горожан. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.